Так, Анюта пишет, здравствуйте, Ирина, часто смотрю ваш канал, спасибо за то, что вы делаете. Расскажите о новых тенденциях проведения выездных церемоний. Если мы говорим про официальные выездные церемонии, то, к сожалению, увы, до сих пор ЗАГСовские официальные выездные регистрации остались пока на уровне ЗАГСа. Надеюсь, что, кстати, это тоже сдвинется с мертвой точки, и со временем официальные выездные регистрации также станут интересны, хотя бы чуточку отличающиеся от просто речи в ЗАГСе. Мне очень хочется, чтобы так было. Если мы говорим про выездные церемонии, неофициальные выездные церемонии, постановочные, то основная тенденция и основное, вот такое, знаете, самое главное фишечка. Я, кстати, даже недавно написала постик у себя в Инстаграм на эту тему, что мне очень нравится, когда используются какие-то неожиданные, даже иногда для молодоженов факты в церемонии. Вот эта новая фишечка, когда это не просто, знаете, там, жених и невеста написали какую-то свою совместную историю, и они знают, что там написано, ну, и вроде как для них это абсолютно все понятно. Мне нравится, когда все это немножечко, знаете, в формате сюрприза происходит, когда жених отдельно пишет свою историю, как они познакомились, что это было, как у них произошла встреча, как они встречались, как они провели время. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Жених пишет отдельно какие-то вещи, например, какие подарки его восхитили, которые она, может быть, ему преподносила, может быть, она даже и не знает, что его там восхитили какие-то подарки, а он об этом пишет. Или жених пишет о том, что вот когда мы там встречались, я там хотел сделать какой-то ей сюрприз, не удалось, но я обязательно его сделаю. Или там невеста пишет тоже о каких-то таких вещах, о которых не знает, может быть, жених, а если и знает, то, может быть, забыл, кто знает. И вы знаете, мне так нравится, вот когда на выездной церемонии вот эти факты всплывают, когда на выездной церемонии вот эти факты регистратор произносит какие-то вещи, мол, а ты помнишь, что было это? Или, а ты знаешь, что он мечтал об этом? Или, а ты представляешь, а вот когда-то у него была вот такая мысль? Слушайте, это пронизывает прям вот по самое-самое, когда это, знаете, в формате такого сюрприза, когда невеста стоит, она понимает, что, боже, это же он сказал, это же вот он, человек, который, может быть, не очень, казалось бы, чувствительный, да, потому что он настоящий мужчина, он, может быть, даже такой брутальный. И ведь это же не просто так, там кто-то придумал, регистратор там, да, или еще кто-то, там организатор, это же он сказал, это же он написал, и этот факт использовался. И, конечно, непроизвольно ты видишь такая скупая слеза мужская где-то, может быть, даже покатилась, невеста расчувствовалась. И вот, наверное, вот это основная такая фишечка будущего года, когда это, знаете, в формате какого-то сюрприза, когда вот эти вот какие-то внедрения происходят, когда молодожены не знают, о чем будет говориться, когда молодожены не догадываются, какие факты будут использоваться. И вот это мне очень нравится, и мне кажется, что это прям за этим, ну, по крайней мере, будущий год 100% вот эти вот фишечки будет использовать. Если раньше, да, взять опять же какой-нибудь там 2012-2013 год, было такое, что регистраторы говорили, ну, давайте, а теперь там выберите речь. И вот там они скидывали там три варианта речи, и молодожены там сидели, читали, выбирали речь. И вот регистратор там зачитывал эту речь. То сейчас, конечно, мне очень нравится, что есть вот такое, когда регистратор это делает в формате сюрприза. И мне нравится, когда молодожены говорят, знаете, я хочу, чтобы я эту речь услышала первый раз возле Арочки. Я хочу, чтобы для меня это было прямо вот в новиночку, чтобы я слушала и прочувствовала абсолютно каждое слово. Вот это, мне кажется, фишка, и это, мне кажется, за этим, ну, по крайней мере, будущий год. Субтитры сделал DimaTorzok